Молчать сегодня мы не будем. Прощайте, дело. Оно посвящено экологической обстановке нашей Оренбургской области и вообще всей мировой системы. У нас был недавно этот министр Дмитрий Кобылкин. Увы, он не приехал на наш Урал, не увидел наши проблемы. Они были в светлом районе, конечно, с губернатором. Кого-то там поймали, кого-то там уволили, но все равно не приехали, не посмотрели наш могучий Урал, который умирает уже пять лет. Понятно, что они будут его спасать, будут выделяться миллиарды, но я сейчас хочу еще раз показать. Сейчас пробегу специально для губернатора, для министра, чтобы он видел, как по нашему Уралу можно кроссы делать. Давай, подойди поближе сюда. Министр, это наш Урал! Давай, подходи поближе. Подходи поближе. Ближе, ближе. Вот мощно мы превратили в нашу речку. Значит раз, мы будем выкачивать нефть, мы будем выкачивать еще раз газ. Мы будем вырубать деревья последние у нас в области. Это будет делаться. Пока мы будем так поступать, будут болеть наши дети, будем болеть мы еще. И будет умилеть наш Урал. Дай бог, чтобы у нашего губернатора, министра, экологии Российской Федерации получилось спасти Урал. Хотя мне мало верится. Прекажите, министр наш был в области, но не приехал и не увидел вот этот наш позор, нашу речку. Я не побоюсь сказать, позор, который мы заслужили. Наша река умирает. Мы нашу экологию извратили. Мы превратили ее в яму, в могилу, можно сказать. Мы все потихоньку будем теперь умирать. И мы это заслужили. Спасибо, что наше правительство слышит про наш Урал, но не приехали и не увидели. Нашей экологии, нашей экологии в Оренбургской области практически уже нет. Позор всем нам. Мы все испоганили, что было. И наши речки пест, крест. Спасайте миллиарды трассе.